Субтитры сделал DimaTorzok Приветствую всех зрителей моего канала, с вами я, Саня, или же Твикому, как удобнее, как давно я не говорила эту фразу. Я хайплюсь на Геншине, да, опять. Но этот видос будет не про Геншин, а про моих персонажей. Роделю его, пожалуй, на несколько частей, буду говорить о двух-трех персонажах за одно видео. Так, начнем. Я делала пост в своей группе ВКонтакте, и вы проголосовали за Дейт и Ой. И наибольшее количество голосов они собрали. Насчет Дейт я не удивляюсь, потому что она очень часто фигурирует в этом канале, на этом канале, да и в паблике достаточно часто. А вот насчет Ой я была удивлена. Видео будет долгим, так что запасайтесь печеньками, чаем, вкусняшками, фруктиками. И мы начинаем. Начнем с Дейт. Ее на этом канале вы знаете, она мелькала во многих моих видео. Краткая информация. Начиная с 35 тысячелетия ее жизни, ее прозвали Дайри, или же Дайри, дневник с английского, или же на визарианском произношении Диэру. Фамилии у нее нету. Подписываю я ее под название канала, как Мерцание. Банально немножко. После последнего жестокого инцидента в Визариусе, одна из ее сестер Сая, богиня смерти, ее имя происходит из Саянара, Прощание, банальное имя для бога, но такое есть, я его придумала 6 лет назад, и что вы не сделаете. Она смогла узнать дату смерти Дейт. Так как боги в моем мире, в принципе, умирают своей смертью от старости достаточно редко, и живут они, ну, чуть-чуть больше, чем смертные, как Дейт, то ее как бы, ей дали кличку Смертная, или же Мертвая, потому что она произошла от мертвого ребенка. Объясню чуть-чуть похоже. Поэтому сейчас ее имя Деру сокращается как, сначала сокращалось как Диа, да, и Смерть, типа вот так вот, а за ним Дейт, типа Смертный бог, Смертный, вот, в общем, да. Смертная она, потому что ее изначальная точка рождения это наша земля, и изначально она была человеком. Родилась она на юго-западе Франции, примерно рядом с тем, где была обнаружена стоянка Кроманьон. Информация из Википедии, 40 тысяч лет назад, это ее возраст, там обитали люди, поэтому как бы ей 40 тысяч лет, типа. Умерла она в младенчестве, вдаваться в это мы, ну, вместо рождения подробно не будем, просто ее подобрала предшественница и научила всему вот этому вот магическому, божественному силе. Да, если вы хотите побольше, подробнее всему, чему она научена, всему, чему ее обучили, то я могу записать прям отдельный-отдельный видос про нее. Ну, все, за 40 тысяч лет это будет очень долгий видос. Ух. И то, что она альбинос. Вот. Неплохая маскировка, и, кстати, так как у альбиносов нет таких вот прям красных-красных, налитых кровью глаз, то если вы увидите человека на земле с естественными красными глазами, то это, скорее всего, будет дейт. Или чел, который носит линзы, но это тогда неестественные красные глаза, ну, блин. Либо вампир, тогда вам придется бежать или вы умрете. Да. Так, так, так. Вот, и сейчас ее возраст, получается, физически 40 лет, так как она, ну, ее силы помножены на тысячу, ее возраст, соответственно, помножился на тысячу, поэтому ей 40 тысяч лет, но выглядит она на 40 годиков. Женщина такая. Вот. Да, и, кстати, она является богом создания, но не ведитесь на то, что она прям бог создания, создание прям создает. Нет, она нихрена не создает. За нее уже все создали ее предшественники, ей просто остается выполнять свою работу, которую она за 40 тысяч лет полностью автоматизировала и теперь просто путешествует по мирам, ну, по своему миру. И бездельничает иногда только приходя, исправляя какие-то ошибочки, которые возникли в программе, или там сбои, ну, без сбоев как без сбоев, вообще никак. Так, вот. Либо, если там нужно какое-нибудь прям особенное что-то создать, вот, она в этом принимает участие. Эм, так. Персонажей сюда или в другие миры, то как бы из-за того, что их душа рождена в Визариусе, они могут использовать ее как ключ и попадать назад в Визариус. Как и Дэйт сюда. Вот так вот работает душа в моем мире. Дэйт за всю свою историю, начиная с 2007-2008 года, как я впервые создала персонажей, она изначально была просто одним из персонажей, потом уже переросла в дополнительного персонажа типа мою личность, но как у всех это создается, а потом она уже обрела собственную личность персонажа как Дэйт. Менялась она очень много раз, и сейчас дизайн, созданный примерно в 2019 году, вот этот вот с белыми волосами, красными глазами, для меня является самым таким родным и продуманным. И менять я его не буду, наверное, очень-очень долго. Как минимум тот дизайн, который у нее сейчас, он наиболее мне нравится и самый простой в рисовании, вообще все, блин, белым залить, красные детальки добавить и готово. Близкие отношения у нее со всеми членами канона, то есть с богинями Сайи и Маргарет она считается сестрами, хотя биологически сестрами они не являются. С Эмилией как главной героиней у нее, как у своего создания, материнские отношения, но и дружеские, то есть они могут друг друга булить. Эмилия ее булит за то, что она проебщица, а Дэйта булит Эмилию за то, что она душнила. С остальными, по ходу знакомства, более-менее такие дружеские, самые близкие дружеские отношения, наверное, с Хоббсом и Мисти, так как они дружат уже более 300-500 лет. Вот так вот. Принадлежит канону Визариус, является моей личной вселенной и лором, и в принципе это пока что вся информация о персонаже, которую я могу преподнести. Вот. Итак, продолжим. Следующий у нас на очереди это О1203-0517, Пилот Проджект, или же как его в народе назвали ОИ. ОИ выглядит как подросток лет 14, точно его возраст неизвестен, так как его в 14-летнем возрасте вот так вот и создали. Если обращаться к лору, то он был создан в лаборатории с помощью кибергенетики, кибернетики, хирургии, других людей, их частей и самое главное узкого бюджета. В общем, такой Финкенштейн. Создан он был по заказу одного богатого человека, который хотел универсального воспитателя, няньку дворецкого нужно подчеркнуть, для своего будущего ребенка, пол которого на данный момент был неизвестен. Вкратце объясню, что из этого должно было выйти. Он должен был выполнять все функции няньки дворецкого и воспитателя, но его внешность должна была подстраиваться под мужской и женский пол. То есть глаза белые, волосы белые и длинные, чтобы их можно было как нужно уложить, покрасить, причесать, линзы надеть, и он был красивенький. Фигура должна была быть универсальной, то есть как у обычной статной плоской девушки или мужчинки. В общем, да, и пол он не должен был иметь. Чтобы подстроить, нужен пол под ребенка, пол которого был неизвестен. Но, увы, как всегда происходит что-то... ...пситуеминское. И жену с ребенком этого человека убили враги, которые... Ну, враги обычного, типичного, богатого человека, который нажил свои богатства нечестным трудом. Да. И как бы, ну, ребенка нет, заказ не нужен. И профессора, который создавал Ои, бросили на произвол судьбы, не заплатив ему, а он до этого влез в долги, чтобы создать Ои. И как бы от безысходности некоторое время пытался продать Ои и некоторые свои эксперименты, что у него, кстати, не получалось. Ставил на ними эксперименты со злостью или пытаясь как-то подстроить под других заказчиков, которые в итоге отказывались от заказа из-за дорогой цены. И в итоге, короче, умер от безысходности, наложив на себя лапки. Не делайте так. Изучайте маркетинг, чтобы нормально продавать. Ои же смог сбежать из лаборатории. Сбежал он так, что еще до смерти профессора притворился мертвым, и его утилизировали. Сердца у него нету, так что, ну, кое-как последить это было невозможно. Да и дыхания тоже у него не было, он работал на... Ну, как... Живой человек-робот. Пищеварения у него нету, пола нету. Вообще, блин, что это? Руки отсоединяются, кстати, прикольно. Да. И голова тоже. Шутки про потерять голову актуальны. В общем, он после того, как узнал, что док умер, профессор, вернулся, собрал кое-какие сбережения, которые там были, мелочи, да. Документы, записи, таблетки, которые нужны были ему для поддержания своего организма. Он не понимал, что он хочет, как он будет выживать, но пройдя через некоторые уличные круги ада, такие, как ночевки с бомжами, драки с собаками за еду или за какой-нибудь хлам, который можно продать. Попадание в плохие компании, которые повлияли на его поведение и внешний вид, который вы можете лицезреть. Попытку заработать на талантах и подняться с колен. Под конец он, короче, нашел под поле, на котором он смог выступать со своим черным юмором. Опять же, с шуткой про потерять голову, которая развлекала народ. Вот, и собрать на этом чуть-чуть денег на собственное жилье, пропитание, которое ему, по сути, не нужно, но такое, типа, для подачек, да. И кое-как нормально, адекватно жить. То есть пацан поднялся с колен, панк, да. Я очень люблю своих персонажей. Ой, менялся дважды после момента своего создания. Вот старый референс, вот новый референс, который я обновила буквально недавно. Не меняется его возраст, ему, ну, то есть он выглядит на 14. Да, он представляет, что ему 14, но в некоторых местах он все-таки показывает свой поддельный паспорт, то, что ему есть 18, чтобы ему бухлишко продавали. Иногда он пьет, иногда он курит, вообще. Плохой пример детям, не повторяйте за ним. Сейчас ему, может быть, все 25, так что, ну, легально, наверное, но это не факт. Не имеет пола, у него нет половых органов в принципе, почти всех органов нету, мозгов нету. Ну, кстати, нет, мозг у него есть, чипированный, который соединен чипами с остальными органами, не органами, а конечностями. Как раз-таки, когда они отсоединяются, он может ими управлять с помощью силы мысли, именно из-за того, что чип посылает сигналы умственные. В жизни таких технологий нет, но почему бы и да. Вот, лора у него особо нету, поэтому это персонаж просто из нашего мира с не очень приятной судьбой, но я его люблю, потому что это... У него интересный характер, такой типа клоунский чуть-чуть, панковский, смесь Гоголя и Дазая чуть-чуть, 14-летнего подростка с гармончиками. И он вызывает у меня маленький восторг из-за вот этого всего, из-за его внешнего вида. Я недавно ему добавила звездочек, вот, и он теперь вот такой вот красивенький, да. Пока что на сегодня это все, видео получилось достаточно долгим, думаю, следующее тоже будет очень долгим. Спасибо вам за просмотр, можете отписать в комментариях свое мнение о моих персонажах, можете написать о своих персонажах, я буду... Я все комментарии почитаю, обязательно, да я их и так все читаю. Можете прокомментировать их внешность. Приходите в паблик ВК, в наш подвал, также у меня есть дискордик, в котором я постоянно делаю стримы с рисованием всяких интересных артиков. Заходите на стримы здесь, в этом, ну, как его, блин, как его. А, я забыл, на ютуб-каналечке. Я забыла, что у меня есть ютуб-канал, я... Я о нем не вспоминала 2-3 месяца, я, да, я вот такой вот. Я постараюсь урегулировать выход видео, честно, но это не точно. У меня заказы просто долго, я завален. Вот, ну, вы можете, кстати, еще задонатить, там есть ссылка на донат, ссылка на карту, просто денег кинуть. Вот, пойду подышу. У меня воздуха не хватает в легких, говорить много, потому что я редко говорю. А-а-а! Всех люблю, всех целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok